Наш рассказ о Порт-Авентура, аквапарк Порт-Авентура Кариба. Я начну отсюда. В общем-то, это центральный вход. Вы проходите через вот этих ребят, даете либо карточки, либо свои билетики. Здесь же есть туалеты и раздевалки. В целом, они здесь есть везде, можно переодеться. Либо зайдет в это помещение, Эль Гранд Кариба, где, соответственно, большие раздевалки, можно переодеться и положить в локере свою одежду. Локеры и все подобное покупается на вот этих вот станциях, которые прямо перед вами. Соответственно, там и ценник можно узнать, и все. Я посмотрела стоимость, я дальше буду об этом говорить. Вот эти вот места, где стопроцентно у вас будут лежаки, он стоит 175 евро за двух человек. Вообще, это какой-то ценник немножко космический. Но, допустим, сейчас в сентябре оно все свободно. И так, следует своей логике, я буду рассказывать, где мы находимся, что-то интересное. Мы спустились с моста, и первое, что мы видим, это такой большой пляж, называется Бермудский треугольник. Здесь раз в 15-30 минут идет волна, разбрызгивается вода, глубина метр двадцати, метр шестьдесят. Везде есть лежаки, но сейчас уже сентябрь, лежаки все равно все заняты. Так что, в общем, сезон летом все еще хуже, как вы понимаете. Кстати, парк включает максимум шесть тысяч пятьсот человек. И так, значит, здесь у нас лежаки, здесь вот такой вот тихий пляж, где люди резвятся и просто плавают. Чуть дальше, где будет идти осьминога, это детский пляж, это тоже все в лежаках, и маленькие горки для совсем-совсем малышей. Здесь же находится ля кабана, это кафешка-ресторанчик, а напротив него находится маленький ларечек, где продается мороженое и водичка. А вот это ля кабана, это фастфуд, короче, как вы понимаете, все это. Лежаки, значит, вы можете любые брать пустые, если вы их найдете, естественно. Но если вы приходите к десяти-трести, как крис, это лежаки будут. Значит, вы берете себе лежаки, выставляете так, как считаете нужным. То есть их можно выставлять везде, где вы хотите. Ну и, соответственно, используйте их в течение своего дня. Только единственное, кладите на них там либо полотенчика, либо еще что-то, чтобы их не увели. Везде есть спасатели, без этого никак. Вот они везде стоят, зелененькие, ну, в шортиках и зеленых майчиков. Ну, видите, количество людей бешеное. Как бы о в этом участке сказать больше нечего. Идем дальше. Если мы посмотрим немножко в другую сторону отхода, здесь у нас находится художное, очень популярное, закрытое помещение, преимущественно для детей. И вот такой аттракцион Эль Рио Лука. Это вы катаетесь на таких вот надутых матрасиках по кругу, получается. Он единственное, что здесь, по-моему, три входа у него. То есть это один из входов. Дальше есть еще вход и еще дальше вход. Также везде лежаки, все. Но мы сейчас посмотрим внутреннее помещение. Ну, смотрите, внутреннее помещение детское. Значит, здесь есть зона вот такая вот для детей. Как секундочку. Вот такая вот зона для детей. Ну, то есть ли горки, чуть-чуть там поплеваться водой, и все. Есть просто покататься, поплавать тоже. Да здесь, честно говоря, глубина какая-то вообще совершенно детская. То есть там по колено или типа того. Дальше. Также здесь везде лежаки. На втором этаже, там локеры. То есть вы можете покупать на входе и складывать туда свои вещи. Ну, либо с тобой вещи таскать. Вообще, как бы, объективно здесь не воруют. Ну, большое количество людей еще и локеры покупают. То есть здесь вы просто плаваете. Вода здесь всегда прохладная, потому что солнечный цвет туда не попадает. И здесь две детские горочки. Фиолетовая и зелененькая. Но они прям совсем детские. Вот, поднимаетесь просто на второй этаж. И одна. Да не обе одинаковые. Там чуть-чуть в одной больше изгиб, в другой меньше. Как бы, ну и все. Это абсолютно детские горки. Там дети с пяти лет вообще свободно туда входят. В одной из горок. Так, проверено опытным путем. На вот эти две горки детские нельзя выше метра пятидесяти. Мой ребенок один раз проехался, а на второй раз его сместили. Сказали только на взрослые. Я название не помню этих горок. Но если вы приходите в первый раз, вы, естественно, приходите, берете карту и уже сюда идете. Соответственно, вы в любом случае поймете, о каких горках я веду речь. А вот эти две, также две горки в помещениях, вот они уже для взрослых. Выше, по-моему, ста тридцати... О, нет, там написано выше ста двадцати. Ну, как бы, понятно, там по возрасту так получится, но, в принципе, здесь катаются в целом, в основном, одни взрослые. Эти две горки, они идут вне помещения, вон у них там вдалеке, она какая-то кремовая одна, а вторая зелененькая. Все хорошо, но если у вас тонкие купальники, они рвутся, всарапаются. То есть проверено в этом смысле... А, еще башкой здесь очень сильно бьются, горки не новые. Но в целом, вот видите, как оно происходит, вот так и человек оттуда вываливается. Эти горки полностью закрытые. Всегда здесь есть спасатель. Они меняются постоянно. Ну, в принципе, о помещении больше сказать нечего. Это все. Продолжаем. Про этот аттракцион я уже рассказывала. Видите, здесь несколько входов. И, в принципе, здесь можно плавать даже без этих ватрушек. То есть позволяется. Высота максимально метр двадцать. И, соответственно, можно всем. Вот этот аттракцион очень понравится. Точнее, эта зона, она называется Лагуна Будет. Очень понравится деткам Палаше. В принципе, взрослым особо там делать. Пускай, это естественно, но объективно говоря, что там делать взрослым. Смотрите, это большущая, большущая зона. Вот эту они переделали. Так скажу сейчас точно. Четыре года назад было чуть-чуть по-другому. Вот. Они ее переделали. Она у них новая. Потому что предыдущая вот эта вот зона, она была вся сломана. А вот здесь покрутить, пострелять в водичный. И вот это вот большое ведро, оно переворачивает. Несколько горок. Но горки они только для малышей. Ну, то есть для детей побольше. Все остальное между модно и родительными сделаем. В целом, вот эта конкретно зона, она для детей, здесь глубоко, 45 сантиметров глубины и все. Справа у нас мороженое, туалеты, кафешка фастфудовская. Ну, в том числе, кроме фастфуда, максимум салатик можно какой-то найти. Больше не сыром. Лагуна будет чуть-чуть поближе. Маленькая горка, зеленая, открытая горка. Лодочка, ничего не делающая. И она везде стреляющая водой во все стороны. Там тоже стрелялки водяные, которые все можно покрутить. Высота, я же сказала, 45 сантиметров. Утонуть здесь невозможно. И здесь развлекаются все. И малыши совершенно маленькие, и дети там лет, ну, наверное, до 12-ти, 100%. Еще тут классно переворачивается вот эта бочка. Она, правда, была, когда в другом месте, была интереснее. Но я все никак поймать не могу этот переворот этот. Может быть, сейчас засниму. Ну, в целом, как-то так. Так, а дальше у нас дает то, что поинтереснее. Это аттракцион Эль Торренте. Он на больших ватрушках. Фиолетовая большая горка. Соответственно, люди спускаются вот таким образом. Сейчас я вам покажу. То есть по нескольку человек сразу загружает. Вот такие ватрушки. Ватрушки поднимаются. Ну, смотрите, сейчас сентябрь, очередь бешеная. И в этой же зоне, но с другой стороны, находятся три горки. Мамба-лимба и барракуда. Смотрите, это экспресс-код. Это не тот вход. Код центральный, вон там, где люди стоят. Значит, барракуда. Это на ватрушках спускаться. А люди, соответственно, выезжают вот там, где и стоят, и выезжают. А мамба-лимба – это вот две открытых горки, где вы просто едете. Соответственно, вот это вот все. Синия – это барракуда. Мамба-лимба – это оранжевая и долгая. В то же очереди весна и весна обешанная. А да, кстати, вот обратите внимание, видите, экспресс-проход, он есть. Стоит дополнительный тени, как во все фото-виндори, всегда есть экспресс-проходы. Но мне, кстати, больше нравится горка та, которая барракуда. У нас, потому что она повеселее будет. Там такие изгибы, вот. И вы, ну, сто процентов не брежетесь своими частями тела ни во что. Потому что тут периодически народ бьется, голову себе разбивает, ногами бьется. Вот. Сейчас посмотрим, как народ отсюда выгружается. Они, кстати, чуть-чуть друг от друга отличаются, эти две горки. Зеленая, по-моему, больше закрытая, синяя – менее закрытая. Ну, будет возможность прокатитесь на обеих. И мы выходим в заключительную зону парка. Здесь, на Скай, кубки – это просто фонтанчики. И здесь находится сам экстремальный аттракцион. Ну, то есть здесь, понятное дело, есть еще и для детей. То есть, видите, бешеное количество лежанок, которые очень бы, конечно, хотелось получить. Но в основном они все заняты уже в 10-30 открытия. Короче, чем раньше придете, тем больше вероятность, что вы вообще хоть что-то получите. Потому что здесь тихо. Если в той зоне очень сильно музыка играет, здесь всегда очень хорошо. Это детская зона. Здесь зона для малышей привыкшаяся водичкой. Здесь горочки есть. Опускают всех от 110-120 сантиметров. То есть, как бы это ни для... Ну, видите, тут взрослые развлекаются, и дети. А вот эти вот штучки за шторками – это элитные места для отдыха. Там у них и лежанки, и кондиционер. Не кондиционер, а вентилятор. И что же там еще было? Что же скажу? Фруктовая тарелка и холодильник. На весь день. На стоимость я не знаю. Сейчас подойдем и посмотрим. Зеленая – очень светлая. Синяя – тоже. Хораные, быстрые. Это красная и желтая. В общем, да. Скорости синяя и зеленая вообще не дают. Красная, скорее всего, об воду удариться можно. Ну, то есть, она такая коротенькая, но при этом массивненькая. И самое адекватное – это желтая. Это Сезам, да, называется пляж. Вот, то есть, он как бы для детей. Он тут весь в улице Сезам. Герои все, которых вы знаете. Или не знаете, потому что в России особо не распространена улица Сезам была. Сейчас она вообще, а здесь она популярна. Ну вот, собственно, получается две ничего. Горки две, как бы, в общем, ну, такое себе. Стоимость на кабинке вот эти не было. Я посмотрю на слайде, выложу потом вниз. Ну, и у нас вот эти вот горки на коврику. Коврики, кстати, жутко грязные. Посмотрите, в виде черная – это все, собственно, плесень. Ну, вот так вот это выглядит. Ну, в некотором смысле, в принципе, прикольно. Мне нравится. Рапидрейс, наверное, это называется. Да, это она. Вот, вы на выходе получаете себе эти коврики. С ними тащитесь, поднимаетесь. На них ложитесь и поехали. Вот, это еще более тихо-зона. Парасио пляж. Здесь все. Здесь только купание. Здесь фонтанчики и маленький джакузит. Все. То есть, тут чисто тишина, спокойствие. Сейчас тишина, спокойствие никакого нет, потому что бешеная толпа людей. Но, в целом, вы меня поняли. Здесь ничего не происходит. Здесь больше тени. То есть, вот здесь специально такие штучки сделаны, где? Где есть тень, где можно полежать. Ну, опять же, все занято. Сейчас, почти пять часов, парк работает до 7, но все равно все занято. Здесь расположена одна из кафе. Ну, оно не работает. И, насколько я помню, сколько здесь было. И, честно говоря, не видела, чтобы оно работало. Хотя лучше чувак убирает, но, видимо, он просто так убирал. Так, и, собственно, две главных наших горки в этом парке для взрослых. Это красная и желтая. Ну, сейчас посмотрим поближе, как тут народ на них катается. Ну, это, конечно, ну, такой главный экстрим. Мы на них катались. Я не могу сказать, что там что-то страшное, ужасающее или еще что-то. Ну, прикольно. Желтая, конечно, поинтереснее будет. Так, я не очень удачное место выбрала. Ракурс так себе. Вот, видите? И вот такое приземление. Ну, прикольно. Красная попроще. А вот, соответственно, она и ниже на два этажа получается. Желтая, самая крутая, самая большая. По-моему, с метра... Нигде не зверя. То ли с метра двадцати, то ли с метра тридцати сюда пускают. Ну, это же от вас зависит. То есть, хотите, не хотите... В принципе, я бы не сказала, что есть какие-то опасности. Чисто прикольно. Ну, наверное, все, кто любит экстрим, стоит. Ну, а... Ну, вот это, собственно, этот пляж. Это уже с другой стороны. Все. В принципе, это весь парк. Но, знаете, с такими очередями, которые сейчас здесь, вы, ну, притык успеете все пройти. Так что я бы сказала, что парк вполне себе приличный. В конце выскажу свое мнение. Мне аквапарк Порт-Авентуры нравится. Мы здесь бываем часто. И, в принципе, все отлично. За некоторым исключением. Но, надеюсь, они будут все в итоге ремонтировать. Хотя бы по чуть-чуть. Далее. Локеры смысла брать не вижу. Шатры смысла брать не вижу. Это все достаточно дорого. И, честно говоря, я не уверена, что в этом есть какая-то необходимость. А насчет еды и воды вы можете как тут покушать, так и принести с собой. Особо не проверяют. Субтитры сделал DimaTorzok